Это не окраина. Центр Москвы и Новинский переулок. А сюда ещё не вступала нога коммунальщика. На Кузнецком мосту тоже не чищено. Горы снега на подходах к офисам и магазинам. Коммунальные службы не справляются? Нет, пока нет. Самые большие навалы на Меусской площади. Фактически её превратили в снегохранилище. Люди жалуются, что снег сюда свозят со всего севера Москвы. Мы обращались неоднократно в администрацию. Нам отвечали, что снегоплавильные заводы не справляются. Снегоплавильные пункты работают круглосуточно, но не справляются. У шлагбаумов гигантские очереди. В сутки в среднем мы плавим где-то около тысячи, может быть, чуть больше тысяч кубометров. На своём сайте мэр Москвы признал, проблема с вывозом снега есть. Но пообещал, что город будет функционировать в нормальном режиме. Для такого объёма выпавшего снега в городе нет снегоплавильных мощностей. И даже теоретически создать их не представляется возможным. В минувшие выходные столичный регион попал в самый центр антициклона. На борьбу с мощным снегопадом вышла уборочная техника. Мобилизовали 30 тысяч коммунальщиков. Но в некоторых районах москвичам пришлось самим откапывать машины и расчищать тротуары. Много снега сегодня выпало, да? Вот, смотрите, сантиметров 15, может, 20. Почистили, а в соседних черёмушках нет. Там, по словам жителей улицы, вообще убирал один единственный дворник. И как? Осыпая снегом припаркованные автомобили и случайных прохожих. И на дорогах, и на тротуарах под свежевыпавшим снегом налить. Эксперты говорят, так происходит потому, что реагенты сыпят прямо в неубранный снег. Растаяла вода, каким-то образом смешалась, образовалась кашица. И, может быть, противоголитное средство вымылось оттуда. То, конечно, сама по себе вода может замерзнуть. В прогнозах пока никакой весны. Уже сегодня ночью сильно похолодает. Усиление морозов, так как нам с северными ветрями продолжают поступать очень холодные воздушные массы. А 7 и 8 марта столичный регион снова засыпет снегом.